Добрый день, сейчас мы сделаем пакет трейсер 10.3.5. Загружаем, как всегда, файл на пакет трейсер из учебника на Netacad. Вот он загрузился, открываю его, ждем загрузку. Если у вас после загрузки появится окно входа, входите под своим логином паролем из Netacad. Все, загрузилось. Здесь вводите имя, фамилию, как всегда, email и группу. Подтверждаем, да. Загружается, обновляется, все. Можно приступать к работе. Итак, что нам тут нужно сделать? Здесь у нас troubleshooting default gtw, то есть вся проблема у нас будет с default gtw. Здесь нужно проходить по всем эти шагам. Я сейчас просто покажу, где у нас были проблемы. Итак, первым делом открываем pk1. Открываем pk1, desktop, ip-конфигурация и проверяем ip-адрес на pk1. Видим, здесь 10.10 должен быть, а у нас здесь 11.10. Исправляем. Все, исправили, закрываем и первую проблему мы решили. Дальше, открываем s2. Командная строка, enable configure terminal. Давайте пропишем show run. А, do show run, потому что я в конфигурацию зашел уже. И смотрим интерфейсы, настроенности на интерфейсах. Так, дефолт gtw здесь у нас прописан. 11.1, кстати, правильный. Здесь не указан какой, но вот он. Так как это g0.1, это g0.0. Здесь дефолт gtw 11.1 для s2. Здесь правильный дефолт gtw. Потом у нас интерфейсы. смотрим интерфейсы. Смотрим интерфейсы. Я не вижу. Вот, смотрите, у нас интерфейс vlan1. Здесь нет ip-адреса, но ip-адрес. Давайте его настроим. Он должен быть. Для этого вводим интерфейс vlan1. Вот, видим у нас vlan1 и должен быть адрес. Поэтому вводим ip-адрес. Копируем адрес. vlan1.s2. Вот он. Paste. От s2. Да, все верно, копируем. И маску под сети обязательно. Paste. Все. Вводим и включаем интерфейс командой notion.down. Все. Еще одну проблему мы, как видите, исправили. У нас баллы прибавились. Вторая проблема была в том, что на vlan1 не было настроено на s2 ip-адрес. Дальше. pk4. Открываем. Desktop. ip-конфигурация. И здесь дефолт gtw должен быть 11.1. Вот такой вот. Закрываем. И да, это была третья проблема. Как видите, мы ее исправили очень быстро. И теперь нужно еще зайти в s1 и проверить дефолт gtw тут. Для этого enable show run show run running config смотрим. Проверяем дефолт gtw где он. И... Ага, тут вообще нету настроенного дефолт gtw, как видите. ip-адрес на vlan1 есть, а дефолт gtw не прописан. Давайте его сейчас пропишем. Так. configure terminal. И прописываем здесь ip default gtw s2... Ой, это s1. То есть дефолт gtw будет вот таким вот. Вот этого интерфейса дефолт gtw должен быть. Вставляем. И все. Мы исправили четвертую ошибку. Как видите, все было очень просто. На этом все. Пока.